огромный всем привет с барахолки много говорить не смогу народу очень много поэтому буду просто показывать посмотрим симпатичная коробочка старая с латунными укреплениями замочками и креплениями тоже что что в коробочке фигурки из киндер сюрприза мясорубки всякие разные подсвечник слоник ручной работы нитки времен гдр еще салфетки салфетки это наволочки вининые 1980 год хлопчат бумажные наволочки взять что ли или не брать 78 на 70 надо подумать сожралась ты оля будете мне писать ключик вывезли вещи из дома и сверху ключ приложили так получается хорошая ткань какая-то новая лен наверное или смесь со льнем отрез платочки какая красивая коробочка женские платочки пытаюсь слабость к концевым платкам хотя пользуюсь только бумажными салфетками ткань тоже такая винтажная симпатичная сумочка кто-то очень любил эту сумочку видите даже скотчем ее склеили когда ручки оторвались какой-то отрез ткани такой плотный партнер еще какое-то покрывало еще что-то новое ткань тоже запасы какой-то бабушки все что такое вот видите наверное этой бабушке на 80 лет подарил ей какой-то ребенок ткань в клеточку ткань в полосочку ткань в рубчик а это по-моему очень старая шикарная форма керамическая для выпечки правда она немножко треснутая но какая-то очень старая какие-то знаки на ней стоят тяжеленная но грязная просто не знаю это моя реклама так действует или что народу все больше и больше хорошо вот 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 Я подумала, что мне понравился рюкзачок, но оказалось, что он мне не понравился. Старинная книга. 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 Ну вот нашла я эту лампу опять, про которую мне написали, что она из перламутра, не знаю, на самом деле, думаете она из перламутра, похоже, что из пластика. Что-то она очень такая поцарапанная, хотя целая. Ну что, считаете, что надо взять, что это перламутр? Жаль, что так побита пробка. Так бы я, наверное, взяла такой классный флакон. Жаль. Тарелочки всегда такие красивые попадаются. О, такое блюдо большое, огромное. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Вполне может быть какая-нибудь дорогая вещь. Потом вам дома покажу в каталоге, сколько такие непримечательные керамические предметы могут стоить. Ну блин, я ведь не разбираюсь в них совершенно. Написано, что-то написано. Вот что здесь написано. И вот такой значок. Интересный цвет фарфор. Сделано в Польше. Еще такая десертная тарелка. Чашки нету. Коробочка. В коробочке что-то есть. В коробочке еще одна коробочка. А в этой коробочке? А в этой коробочке... Да, надежды не оправдались. Тарелки. О, английские тарелки. Сумма сойти. Вот эти симпатичные вещи. Такие подвесы на окна. Или куда-нибудь другое место. В олове. С птичками. Жалко, что они очень потертые. Еще одна птичка. И еще одна птичка. Синичка. Это вообще почти совсем стертая. Вот. Это металл олова. Часто очень слово цин переводят как цинк, но это неправильно. Это олова. Цинк. То немецкий. Вернее, на русский язык в переводе. Это олова. Пепельница. Извиняюсь за свой голос. Немножко простывшие. Старинная вещь. Коробочка тоже симпатичная. Тарелочки пять штук. Какое-то большое блюдо. Тарелка, вернее, столовая. Вот такой кувшин красивый. Декоративный. Куча. Вот его, наверное, я могу взять себе в кафе, как декорацию. Мне он нравится. И он целый. Французский, что ли. Что здесь написано? Французы, скажите мне, пожалуйста. Соломка. Соломки мне тоже нужны. Они у нас постоянно бьются. очень большой расход. У нас идет их колонок. Стаканчик. Рюмки. Такие хорошие рюмочки. Так жаль, что здесь это все пропадает. Никому не нужны. Старый рубанок. Пряжа. Из этой пряжи можно такие шарфики навязать. Детские. Классные. Прям совсем для маленьких деток, конечно. Чемодан. Чемодан. Они еще. Секрет. Разные инструменты. Разные инструменты. Извиняюсь. Много хороших инструментов, я так думаю. Свереная новичка. Наверняка нам тоже что-нибудь не нужно из этих инструментов. А может мне не нужно. Эх, прощай. Маникюр. Во, какая пила. Ничего себе. Вот это да. Мужчины, приезжайте сюда, забирайте инструментарий. В чемодане. Ну, я не боюсь руки спачкать. Подумаешь. О, деньга. Представляете себе, я нашла деньги. Настоящие. Настоящие деньги. Ура. Наконец-то я разбогатею. Как ропотливая работа. Так, это что? Носовые платочки. Вышитые. Так. Что здесь у нас? Скатерть. А, скатерть. Красивая. Вышитая. Правда, по-моему, это машинная вышивка. Ну и что? Смотрите, какая красота. Зато. Ну, я же говорила, здесь сейчас дороговато. Тут и скатерть будет стоить 3-4 евро. Так. Азовый платочек. Вышитый. Обвязанный тоже возьму. Вот этот не буду. Так, что тут еще есть хорошего? Так. Полотенце с монограммой. Ну, очень какое-то состояние у него. Еще одно полотенце с монограммой. Тоже состояние плохое. А платочек я возьму вот этот вот с плаунским кружевом. Очень тоненькое. Видите, какое изящное. Просто надо постирать, отгладить, крахмалить. И так далее. В порядке очередности. Так. Это что тут у нас такое интересное? Ой. Какая-то одежда. Блузка какая-то. Смотрите, блузка. С пуговицами обтянутыми. Обшитыми нитками. Такой воротничок. Вот такие вот вещи использую для кукольной одежды. Я знаю старинных кукол обшиваются. У меня есть пара старинных кукол, которые я вам еще не показывала. Но всему свое время. Я еще вас удивлю. Может быть. А может и нет. Каждый раз опять встречаю вот эти тарелки. Такие они, мне кажется, такие интересные. По-моему, это польская фирма. Или чешская. По-моему, они довольно-таки старые эти тарелки. Посмотрите, кто знает это клеймо. Ну, по-моему, не немецкие в любом случае. Симпатичные очень. Их пять штук. Но они, правда, в не очень хорошем состоянии. Кое-где вот такие потери. То есть они довольно-таки потертые по ободку. Но все равно вот такие приятные. Они там да не лежат. Шляпка для куклы. Очень богато украшенная подсолнухами. Шпигель. Это 2002 год. Подносик. Подносик, кстати, очень неплохой. Шатка. Ну, шатка какой-то. Шатка. Ну, наверное, его можно подкрутить. Какой-то он немножко скособоченный. Вот так вот, например, даже для декорации в саду. Покрасить его в шибе шик стиле. Такой серо-белый цвет. Так немножечко его затереть. Наверное, было бы классно. Тут можно найти очень много вещей для каких-то своих проектов художественных. Поэтому адрес магазина в описании. Часы работы узнавайте в интернете. Потому что он открыт всего лишь раз или два в месяц. Тяжелая такая. Ух. Я уже сделала композицию. Вот эти тарелки тоже, по-моему, как-то видела. Столовую. Хорошие тарелочки. Такие приятные. Летние. Хорошая фирма Кала. Немецкая. Тарелочки 80-х годов. Чайник, в котором еще заварка есть. Так. Что за фирма? Не немецкая, по-моему. Кружка для стрельца. Кружка. Это как мой сын. У меня сын стрелец. Но эта кружечка для него маловато. У меня мой малыш почти до двух метров дорос. Ему надо вот такие кружечки. тарелки. Ой, это вазочка. Ну, ничего. Так. Кастрюля. Эмалированная. Тарелки. Эти я уже видела. Красивые. Магар. 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 Немножко. Ратбите. Магар. кружечка монастырь веленбург еще одна тарелочка из того набора затерялась а я прощаюсь с вами на этом желаю вам всего самого-самого хорошего счастья здоровья буду рада вашему лайку если вам понравилось это видео и до новых встреч мои дорогие пока пока а сейчас я хотела показать вам то что я обещала в прошлом ролике насчет пивных кружек вот посмотрите например такая пивная кружка но я бы например наверное скорее всего не обратила бы на нее никакого внимания она бы не привлекла меня ничем вот посмотрите обычная керамическая кружка глазурованная с краской нанесенной не совсем ровно но такая кружка может стоить от 400 до 750 евро вы представляете ну тут еще показаны другие кружки которые могут быть более дорогие например вот такая кружка может стоить от 3000 до 4000 ну в зависимости от ее состояния и года производства вот такие алиса услышала мой голос на она подумала что я кого-то ругаю так я сбилась смысле из-за нее алисочка что ты на маму гавкаешь и ну вот это тот пример который обещала вам в прошлом ролике вот такая книга есть серия книг вот этих вот некая цветная капуста попала есть три книги вот этой серии искусство и хлам можно перевести видите третья книга из серии эта книга за 2001 год вот первые две книги вышли в 90-х годах конечно же с того времени с 90-х годов начала двухтысячных цены на керамику и фарфор в германии значительно упали я вам скажу вот об этом говорят все коллекционеры ну это довольно интересные книги вот эту серию вы можете купить в германии буквально за 1-2 евро за книгу заказать в интернете они еще есть довольно интересные эти книги рассказывается о вещах такая была одноименная передача на телевидении не знаю если она сейчас еще но это очень интересно советую вам эту серию книг но все теперь прощайся и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова